Добрый день, меня зовут Илья Краснов, я продакт-менеджер компании Brain и сегодня я хотел бы продолжить наш разговор, начатый в предыдущем ролике, о новых фидерных катушках сезона 2020 года. Первой катушкой, которую мы выпустили под нашей торговой маркой в далеком 2015 году, была известная многим катушка Brain Apex. Она отличалась завидной выносливостью и долговечностью, хотя и не была лишена определенных технических недостатков, например, в ней использовалась шестигранник для фиксации рукоятки катушки, да и тяговых показателей не хватало для использования с тяжелыми монтажами и оснастками, поэтому было принято решение обновить ее. Новый Apex это мощные и тяговые фидерные катушки. Они собраны на той же базе, что и катушки классика, о которых мы говорили в предыдущий раз, и могут рассматриваться как их улучшенная версия. Apex доступен в четырех размерах. Компактные 3.4, пригодные для эксплуатации с пикерными и легкими фидерными удилищами, а также для ловли спиннингом. И мощные пятерка и шестерка, необходимые для комплектации хэвиков и экстра хэвиков. Вес трехтысячной катушки составляет 255 грамм, четверки 261 грамм, пятерки 372 грамма и шестерки 382 грамма. Это отличный показатель, особенно учитывая другие технические характеристики. Ведущие шестерни меньших размеров имеют диаметр 28 миллиметров и обеспечивают передаточное число 1 к 5. Для катушек, предназначенных для ловли с нетяжелыми монтажами и оснастками, а также для ловли с спиннингом, это оптимальная передатка. Она обеспечивает и достаточные тяговые показатели, и при этом обеспечивает нормальную скорость вымотки лески или шнура. За один оборот рукоятки эти катушки выматывают 72 и 75 сантиметров лески или плетеного шнура. Ведущая шестерня большего размера пятерки или шестерки диаметром 32 миллиметра и обеспечивает передатку 1 к 4,7. Этого более чем достаточно для комфортной ловли весами до 150 или даже до 180 грамм. За один оборот рукоятки катушки выбирают 77 и 78 сантиметров лески. Шпули во всех типоразмерах катушек металлические, алюминиевые. По сравнению с классиком, шпули заметно легче. Этого удалось достичь благодаря уменьшению толщины металла на юбке шпули без сверления дополнительных отверстий. Разница в весе шпули особенно заметна на больших размерах, на шестерке и пятерке, и может достигать 9 грамм. Внешний диаметр шпули составляет от 45 миллиметров до 57 миллиметров для самой маленькой и самой большой катушек. А лесоемкость для 3000 размера составляет 120 метров лески диаметром 0,28 миллиметра, а для шестерки 150 метров лески диаметром 0,4 миллиметра. Больше информации о лесоемкости шпуль, а также другую техническую информацию, вы можете найти у нас на сайте, перейдя по ссылке в описании. Запасные шпули не предусмотрены, но вы можете приобрести их отдельно в нашем интернет-магазине, также перейдя по ссылке в описании. Рукоятки в катушках всех типов размеров металлические, точенные из алюминия. Их соединение с ведущей шестерной осуществляется так же, как и на других наших фидерных катушках винтом. То есть рукоятка ввинчивается непосредственно в главную пару. Такое соединение существенно более долговечное, чем классические шестереглани, которые используются в подавляющем большинстве других катушек. Кноп рукоятки выполнен из синтетического материала этил-винил-ацетата, так называемой ЕВА. Материал этот легкий, долговечный, практичный, что немаловажно для ловли в холодное время года, он теплый и предусматривает длительную эксплуатацию. Кноп установлен без подшипников, сам кноп не обслуживаемый. Подшипников в катушке 5 штук. Два из них установлены на оси ведущей шестерни по обоим ее сторонам. Еще два на оси ведомой, что крайне нечасто встречаются в бюджетных катушках. Такая конструкция существенно продлевает жизнь катушки без возникновения люфтов и, соответственно, без необходимости проведения планового или внепланового технического обслуживания. Пятый подшипник установлен в ролике лесоукладывателя, выполненного из латуни. Все подшипники открытого типа. С одной стороны, открытые шары более требовательны к уходу, но с другой стороны, обслуживание таких подшипников и их смазка существенно легче, чем подшипников закрытого типа. Клипса для фиксации дистанции заброса металлическая, точенная из латуни. Она подпружинена изнутри, а для дополнительной защиты лески или шнура под нее установлена пластиковая прокладка. Гайка фрикциона увеличенной высоты, что существенно облегчает регулировку тормоза во время вываживания. Шайбы фрикционного тормоза из промасленного войлока. Такой материал существенно выигрывает у новомодных углепластиковых шайб в плавности работы, что бывает очень важно, особенно для ровли крупной добычи, например, карпа фредфидера. Длина лапки катушки составляет 62 мм для меньшего типа размера и 70 мм для пятерки и шестерки, а ширина для всех типоразмеров составляет 15 мм. Это позволяет без каких-либо сложностей устанавливать катушки в любые катушкодержатели 18 номера, то есть в подавляющее большинство фидерных удилищ. Катушки получились мощные и силовые. В прошлом году в процессе тестирования этих катушек катушка 4000 размера прошла у меня более 20 баллов на фидерном удилище с тестом до 100 грамм. После этого она была передана на спиннинг и, насколько мне известно, до сих пор себя чувствует превосходно. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, оставляйте их под видео. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok